ВЕРТОЛЁТ КА-25 ВЕРТОЛЁТ КА-25 мог нести боевую службу на кораблях самых разных классов – сторожевиках, эсминцах, крейсерах. Универсальная машина, известная всему миру как «Убийца авианосцев» в фильме «Оружие». 25-й стал первым советским вертолётом, который изначально проектировался под боевое применение. Это означало, что конструкторам придётся решать множество неизвестных раньше проблем. Например, предстояло обеспечить совместимость вертолёта с одновременно создаваемым кораблём-носителем. Корабль, в свою очередь, должен был иметь взлётно-посадочную полосу, стоянки, командно-диспетчерский пункт управления полётами. В его межпалубных и трюбных объёмах предусматривалось создание ангаров для вертолётов, отсеков для средств технического обслуживания и горюче-смазочных материалов. Требовалось обеспечить комфортное размещение лётного и инженерно-технического состава. Чтобы корабль-вертолётоносец стал действительно эффективной боевой системой, на вертолёте предстояло разместить современный многофункциональный комплекс, аналогов которому в то время не существовало. Только с его помощью был возможен надёжный поиск подводных лодок, обнаружение подводных кораблей на больших удалениях и передача их координат кораблю и береговым базам, при пилотировании вертолёта днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях над монотонной водной поверхностью. На военно-морской флот новые Камовские машины поставлялись в двух модификациях. Базовый Ка-25ПЛ, противолодочный, и Ка-25С, целеуказатель. Вертолёт второй модели отличался мощной радиолокационной станцией с ретранслятором данных на корабельные и береговые пункты управления огнём. Имел большую дальность и продолжительность полёта. Это необходимо для того, чтобы вовремя обнаружить корабли противника на большом удалении. или также обнаружить подводные лодки, которые всплыли. И координаты этих надводных целей он засекает, находясь далеко от кораблей, на которых расположено мощное ракетное и артиллерийское оружие, но которые эти цели противника не видят. И он, обнаружив эти цели, аппаратура автоматически их передаёт на командный пункт корабля, который, получив эту информацию, может осуществлять за горизонтную стрельбу по поражению обнаруженных целей противника. Труд инженеров и разработчиков не пропал даром. При выполнении кораблями различных тактических манёвров, наведении и координировании огня их средств поражения, поиске и обнаружении подводных лодок противника, вертолёты К-25 были просто незаменимы. К-25. Корабельный противоводочный вертолёт. Название по классификации НАТО «Хармон». Максимальная взлётная масса — 7,5 тысяч килограммов. Длина — 9,7 метра. Высота — 5,4 метра. Диаметр главного винта — 15,7 метра. Силовая установка — два газотурбинных двигателя ГТД-3Ф мощностью по 900 лошадиных сил. Максимальная скорость — 220 километров в час. Динамический потолок — 4 тысячи метров. Практическая дальность полёта — 650 километров. Экипаж — пилот, штурман, 2-3 оператора. Полезная нагрузка — до 12 пассажиров или 1300 килограммов груза. Боевая нагрузка — две противоводочные торпеды, глубинные бомбы. Этот вертолёт был оснащён двумя двигателями конструкции Глушенкова и носил различные вооружения, в том числе самую современную торпеду, глубинные бомбы, гидроакустические бои. А одна из моделей обладала мощным радиолокатором, который являлся прообразом сегодняшних аваксов. Это был так называемый вертолёт-целеуказатель. На К-25-м была установлена мощная гидроакустическая станция «Байкал». Новейшая разработка советского военно-промышленного комплекса, которая расширила возможности машины по поиску и обнаружению подводных лодок противника. Вертолёт получил возможность действовать автономно. Противолодочную задачу вертолёт решает как? Он опускает гидроакустическую станцию, это подводный локатор, который обнаруживает цель в активном или в пассивном режиме. После того, как цель обнаружена, на индикаторе локатора штурмана появляется цель, автоматически срабатывает устройство, позволяющее вертолёту выйти в необходимую точку соприкосновения с лодкой подводной. Осуществляя поиск подводных лодок, К-25 мог находиться в полёте до двух часов, выполняя при этом так называемые «зависания», в ходе которых для прослушивания подводных глубин опускалась гидроакустическая станция. При обнаружении цели вертолёт переходил из поискового в боевой режим и атаковал подводную лодку. Открываются створки, выпадает оружие. Оружие, это торпеда, делает соответствующую циркуляцию и поражает подводную лодку. Вот этот режим на этом вертолёте уже тогда решался автоматически, что было очень высоким и большим достижением. В состав вооружения противолодочного вертолёта К-25 входили гидроакустические буи, самонаводящиеся торпеды двух видов и противолодочные авиационные бомбы. На тот период времени Камовская машина была одним из наиболее эффективных средств борьбы с подводными лодками. Автоматизация систем управления вертолётом, систем поиска, обнаружения и уничтожения целей на К-25 была доведена до совершенства. Вертолёт мог решать боевые задачи автономно, во взаимодействии с надводными кораблями и береговыми ударными комплексами, а также в составе группы винтокрылых машин. Командир группы на одном из вертолётов принимает решение о том, как атаковать эту атомную, подводную или дизельную лодку, какому поручить вертолёту, какой из вертолётов находится в более выгодной атакующей позиции. При проектировании К-25 конструкторы уделили особое внимание живучести вертолёта. На этой машине была отработана система спасения экипажа. В случае аварии вертолёт мог приводниться, оставаясь некоторое время на плаву. Это система покидания вертолёта. На вертолёт оснащён баллонетами, позволяющие ему в случае выхода из строя каких-то агрегатов совершить приводнение, я подчёркиваю, приводнение, и экипаж так-то сохранить. Пилот со штурманом могли покинуть аварийную машину, воспользовавшись индивидуальными средствами спасения. Экипаж был оснащён морскими спасательными костюмами, которые прокачивались воздухом и позволяли находиться на плаву до 12 часов. Во время испытания спасательных многосекционных баллонет вертолёта К-25 на озере ватерлинию на них отмечали губной помадой. Камовские машины способны решать разнообразные задачи. К-25 использовались в качестве транспортников, минных тральщиков, вертолётов огневой поддержки, патрульных и поисково-спасательных. Вертолёты К-25 использовались для разминирования фарватера Суэцкого канала. Вертолёт сбрасывал специальное устройство заряд, после чего происходил подрыв. Нередко 25-е выполняли задачи спасения экипажей морских судов и приводняющихся космических аппаратов. Годы эксплуатации К-25 доказали высокий уровень надёжности этой машины. К её достоинствам можно отнести прекрасные пилотажные характеристики и простоту управления, малоразмерность и высокую тяговооружённость, а также безопасность работы в сложных метеорологических условиях. Винтокрылая машина совместила в себе функции боевого, транспортного и спасательного вертолётов. Всего было создано 18 различных вариантов. Модификации К-25, получившие обозначения К-27 и К-32 поставляются в страны Европы, Азии и Латинской Америки. К-27 стал вертолётом, который в последующем стал вертолётом К-32, который сегодня широко эксплуатируется во многих зарубежных странах и не только эксплуатируется, он имеет даже сертификат американских нормалётных годностей. Он эксплуатируется в Швейцарии, в Испании, в Канаде, в Южной Корее. Это базовым вертолётом для них являлся К-27. Но К-27 как бы явился продолжением вертолёта К-25. Вот тут вот можно сказать о том, что были заложены большие потенциальные возможности данного вертолёта. Создав многоцелевой вертолёт К-25, ОКБ Камова стало мировым лидером в проектировании и производстве вертолётов соосной схемы. Флот получил машину, которая значительно повысила его боевые возможности. Долгие годы К-25 являлся базовым вертолётом советского военно-морского флота. За характерный внешний вид соосных винтов острословы назвали машину «танец с саблями». О других саблях Камовского КБ вы узнаете в следующем фильме «Оружие». «Оружие» Субтитры создавал DimaTorzok